Для получения стационарной интерференционной картины нужны, по крайней мере, две когерентных волны. В оптическом диапазоне получить две когерентных волны можно по существу только одним способом – взять одну волну и разделить её на две части. А вот способов такого деления одной волны на две части существует много. Один из них такой – использовать так называемую бипризму Фринеля. Это призма вот с таким поперечным сечением. На неё падает волна, та часть волны, которая прошла через верхний клин, отклоняется вниз, та часть волны, которая прошла через нижний клин, отклоняется вверх. Образуется область перекрытия двух волн, в которой можно наблюдать интерференционную картину. Обратите внимание, что эти две волны взяты с разных частей волновой поверхности исходной волны. Поэтому для того, чтобы получающиеся здесь волны действительно были когерентны, нужно, чтобы радиус когерентности исходной волны был желательно больше размеров этой бипризмы. Если он будет существенно меньше, то тогда волны, перекрывающиеся в этой области, будут лишь частично когерентны. Если все условия соблюдены, то ширина интерференционной полосы есть отношение длины волны к углу ПСИ между направлениями распространения интерферирующих волн. Еще одно обстоятельство – область перекрытия волн имеет конечные размеры, поэтому если здесь поставить экран, то вы увидите просто две полосы от двух волн. Если поставить экран вот здесь, то тогда будет виден результат интерференции двух волн. Посмотрим эксперимент. Для того, чтобы сделать луч лазера видимым, я напущу немножко дыма. Вот эта линза делает пучок расходящимся. Здесь ставится препятствие, на котором мы будем наблюдать дифракционную картину. Эта оптика обеспечивает резкое изображение на белом экране, что справа для вас. Луч красный, длина волны 0,63 микрометра. Ну а теперь для лучшей видимости давайте погасим свет. Интерференция двух волн, полученных из одной волны с помощью бипризмы Фринеля. Область перекрытия волн, область интерференции, имеет конечные размеры. Сейчас задняя линза, ответственная за формирование изображения на экране, находится вне зоны перекрытия волн. Ну, мы видим два ярких пятна, которые дают эти две плоских волны. Я приближаюсь вот к зоне перекрытия волн. Вот они перекрылись. И мы видим результат их интерференции. Полосатая картина. Это интерференция двух волн, идущих в слегка различающихся направлениях. Если перемещать бипризму Фринеля, то будет меняться в некоторых пределах ширина интерференции полосы. Субтитры создавал DimaTorzok